В эту неделю, в Новоскресный день Великого Поста, Святая Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лесничника. Человека, игумена, монаха, который создал очень серьезную схему, книг, которая направлена была для того, чтобы монахи закалялись в своей жизни монашеской, но не только монахи, конечно. Не только монахи. Очень многие и миряне берут из этой книги многое-многое поучительное для себя. Тем более, что очень многим не хватает такого руководства, живого, правильного руководства, что сейчас делать, как же вот быть в той или иной ситуации, как вообще, с чего начать и что иметь в перспективе. Вот мы сейчас постом должны об этом очень четко понимать, куда, к какой вершине мы идем. Ведь когда-то человек был создан только для того, чтобы уподобиться Богу. и имел для этого все дары, все возможное для себя. Но нельзя было уподобиться Богу без свободы, без того, чтобы иметь свободу в выборе, как и когда ему поступить. Человек неправильно распорядился своей свободой. Поэтому первый человек потерял способность, серьезную такую великую способность уподобляться Богу. И вот Бог пришел на небо для того, чтобы восстановить, дать силу человеческому роду опять восстановить эти возможности в себе, эти силы восстановить, с тем, чтобы опять уподобиться Богу. То есть задача, в общем-то, понятная. Царство Небесное с уподоблением Бога. Это вот такая вершина, такая святость, как многие говорят, непостижимая, невозможная. Но этот горизонт для нас теперь открыт. Другое дело, что вот мы идем к Нему каким образом? И идем ли вообще? Дело это ведь в том, что многие вообще пренебрегают этой возможностью, уверенностью, этой силой, которую дает Господь Христос. Он за нас, это мы сейчас все переживаем, за нас страдал, за нас смертью на кресте. Погиб, распят был, но воскрес. Вот это теперь крестное Его страдание, крестная смерть, дает верующим в Него возможность, уподобляясь и сопереживая, сопереживая и уподобляясь. Вот действуя в Нем, чтобы Он действовал в нас. Вот беда какая. Человек подчас даже верующий, знающий о том, что есть Христос, о том, что все это правда, все это истина, там, в Евангелии все верно написано. Несколько по-иному видит смысл своей жизни. Задачи, цели у Него совсем иные, но другие. Он говорит, нет, для меня Царство Небесное какое, я вот так вот, средне, не так, не сяк, ну, конечно, верующий, но не очень. Вот как тот человек, вспоминаемый сегодня в Евангелии, верует, говорит Господи, помоги моему неверию, но он все-таки пришел ко Христу, несмотря на то, что ученики не смогли излечить Его Сына, Он пришел ко Христу, Он привел к Нему своего Сына. Мы тоже должны свою душу привести, даже если понимаем, что в нас веры не хватает. И эту душу свою должны отдать, положить. Пусть она беснуется, так как бесновался этот отрог. Пусть она, да, очень тяжелой, быть со Христом, да, видите, как только лишь привели ко Христу этого отрога, сразу упал, потерял силы. Что-то произошло не так, еще хуже стало. Многие жалуются. Вот, говорит, когда был грешником, так вроде и легко жилось. Пусть встал в храм ходить, так оказывается, есть какие-то проблемы возникают. Они обнаруживаются в человеке. Они явно обнаруживаются для того, чтобы их полностью излечить, чтобы они не сокрыты были внутри Его, а чтобы они обнаружились и их полностью изгнать из себя. Ну вот, этот-то человек пришел и привел. А ведь очень многие пытаются жить вот так где-то сбоку припев, что называется. Вроде и в храме бывают, а вроде бы и совсем другие у них задачи и цели в жизни. И посмотрите, что тогда происходит. Вот если человек не имеет цели обожествления, обожжения, если он не имеет цели в Царстве Небесном, а строит некое свое, ну даже не царство на земле, а так некий свой мирок благополучия, что ли, что тогда с ним происходит? Он постоянно переживает. Ему постоянно что-то не хватает. Он суетится. Суета эта его угнетает. На него нападают очень часто вот эти волны плохого настроения и с того, и с сего, как будто вроде бы. Но это в лучшем случае. А в худшем случае он начинает не просто уподобляться твари земной, но вот этой скотине, что ли. Жить как, знаете, как по сходским законам. Сейчас у нас уже это принято, знаете, так. Вроде бы и не женаты, а живут вместе. Это что с законом? Понятно, что законы животного мира. Даже в некоторых видах животных, птиц, есть такие законы. Одну выбрал и с ней до конца. Здесь нет. У нас уже хуже оказывается животных. У нас могут с одной, с другой встретить. Не понравилось? Ну и ладно, разошлись. То есть неважно, дети, не дети, будущее, внуков своих. А мне, говорит, не понравилось. А почему я не имею права? У нас даже в ЗАГСы очень многие не идут, просто потому что боятся ответственности. Знаете, в звери не боятся ответственности, оказывается. Очень часто свою жизнь кладут для того, чтобы защитить своих маленьких детей, щенков или волчат. А человек, оказывается, может. Может даже свое чадо в утробе свои убивать и говорить, ну такое время, тяжело ведь жить-то, квартиры нет, денег нет, ну как без мужа их воспитать? Нет, вот пользоваться удовольствиями этого мира, да это для меня. А отвечать за эти удовольствия я не хочу. И начинает удовольствия. Вот эти не просто удовольствия человеческие, они противоестественно уже начинают овладевать. Вот противоестественно человеку объедаться. Многие звери, это знают, наверное, те, кто видит это, вот поели и не объели, все, насытился, отошел. Вот говорят, только рыб можно перекормить так, что они сдохнут. А человек может себя перекармливать настолько, что понимает, что ему тяжело, он от этого уже болеет, и все равно ест, ест, ест. Даже то, что ему абсолютно не полезно. Родители дают своим детям пищу, которая не полезна для детей, вредна для детей. Но лишь бы они отстали, но лишь бы они, так сказать, сидели в углу и жавкали, чавкали, дали ему по какому-нибудь экрану, там, неважно, телевизору, компьютеру, планшету, но лишь бы только они не мешали жить. Это что? Это разве по человеческим законам? Нет. По животным даже не получается. Хуже животных. Человек, он же ведь подобен Богу всегда. Даже если он, ну, свойство, вернее, такое имеет. Подобие, творчество. То есть оно, даже если человек пал, даже если человек грешен, то он будет увеличивать это. Он будет это возрастать в себе настолько, что это будет тяжко. Муравей, он всегда муравей, он всегда будет муравейненький строить. Человек нет. Если он увлекся грехом, то он будет придумать все новые и новые изощренные способы, чтобы грешить в этом грехе. Так что в конце концов он себя губит. Так что он изобретает такое, что это просто противоестественно, против животного смысла даже идет. Наша задача-то иная. Вот понятно, что есть перспектива, которая на наш человеческий ум невозможна для нас. Подобиться Богу. Как? Стать святым. Ой, да какое я святость, только грехом. Но ведь и святые, обратите внимание, были с грехами. И святые тоже. И более чем мы, плакали о своих грехах. Значит, они у них были, но святость они приобрели. И может быть тем, что более всего плакали, и более того, что надеялись и стремились к Царству Небесному. Вот что еще необходимо нам? Наверное, вот эта надежда, которая была у этого Отца. Господь, ведь Он же пришел к Нему. Господь. Он же Его обнаружил как Господа. Он же понимал, что больше надежды нет ни на кого, только на Него уже все. Бог Иисус у Прехона пришел, но все-таки сказал, помоги, видишь. Вот, наверное, когда совсем, совсем понимаем, что недостойны, грешны, должна быть всегда надежда. А надежда у нас есть. Он нас любит. Он, даже не представляем, как близко к нам, Он очень желает, чтобы мы спаслись. И от нас, оказывается, нужно только иметь желание, но очень твердое, очень принципиальное желание, несмотря, как говорят, ни на что. вот это желание, да дарует нам Господь, да Святая Церковь поможет нам и Таинства Святые, с тем, чтобы оно было у нас непреложное, неизменное, всегда существовало для спасения нашей души. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!